Чавес никак не важен для России умерший, он был в достаточной степени важен для России живой. Президенты Российской Федерации связывали с ним неформальные отношения, и поскольку президент не ездил на его похороны, и сама по себе ситуация с выборами Мадуро, следующего президента, она была достаточно сомнительна, потому что Россия открыто не заявила о своей поддержке. Я думаю, что этот акт лишь подтверждает, что уж раз Мадуро выбрали, раз чависты по-прежнему власти, мы сделаем такой реверанс и назовем одну из улиц именем великого команданта. По ситуации, которая складывается сегодня в российско-венесуэрских отношениях, этот жест ничего не изменит ни в ту, ни в другую сторону. Скорее всего, нужно пересматривать концепт отношений и уходить от межгосударственных контактов, переходить действительно подлинно, ну, может быть, народной дипломатии, а может быть, развитию бизнес-отношений, если мы хотим что-либо позитивное для экономики обеих стран. А в взаимоотношениях Игоря Сечина и его этого концерна нефтяного и Венесуэлы название улицы вряд ли что изменит. Я думаю, что Мадуро, приезжавший недавно в Россию, и этот визит не освещался практически никак, ну, был польщен тем, что его вождь, умерший вождь, имеет теперь улицу в Москве. А закон действительно позволяет. И в свое время Солженицына улица появилась буквально сразу же после кончины великого писателя. А раньше она называлась Большая Коммунистическая, а еще раньше она называлась Большая Алексеевская. И почему не вернули Большую Алексеевскую, а назвали улицей Солженицына, известно только президенту и Богу. Продолжение следует...